ну еще раз теперь возвращаемся к сортам это зоны нашего садоводства в крае они вот такие степная прикубанская предгорная и черноморская вот в том году мы анализировали сорта яблок мы издали как бы литературу в конце конференции в которых были определены вот эти вот сорта в том году тоже у нас было 6 хозяйств проанализировано и в общем мы свели информацию и вот эти сорта в том году у нас оказались самыми рабочими скажем так которые дают урожай и которые продаются и показывают хорошую экономику так мы так мы сделали такой анализ вот в том году первое место занял фуджи вроде бы как сорт теплолюбивый японской селекции но так вот получилось по краю он стал лучшим и наш сорт вот кубанская багряная в этом году тоже он будет у нас присутствовать в лучших сортах это перспективный сорт кубанская багряная это именно селекция нашего института вот так выглядело в том году в этом году ситуация вот такая вот вы сегодня прослушали доклады я вот собрал их вместе вот выглядит так на сегодняшний день это очень важная информация потому что это садоводство сейчас много учебников по сортов по сортам есть старые учебники новые эти сорта которые сейчас работают у нас в крае это важно учитывать при закладке или перезакладки своих садов мы посчитали так и для этого мы информацию собираем вот степной зоне семеренко занял первое место как ни странно хотя он самый болезненный сорт это эталон вообще парши считается развитие парши именно на семеренко проявляется в первую очередь ну и с ней трудно бороться вот но так или иначе в северной зоне там не нужно чтобы яблоко было окрашенное этот сорт самый лучший фуджи айдерет две не смеетные желёные сорт и голубин далищи прикубанская зона айдерет самый рабочий сорт польская картошка это называет он но вот он тоже голубин далищи соревнования семеренко флорина предгорная зона это у нас было сегодня представлено сетлогорская там отказался лучший сорт это кубанская багряная айдерет и новая пинова из-за своей выраженности либерти гава и пломи но и черноморская зона это хозяйство у нас было пх анапа представила такую информацию вот на 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 первом месте сорт пинк леди между прочим этот сорт заслуживает внимания даже есть хозяйство у нас в степной зоне которые насадили себе уже 200 гектар я разговаривал с директором он говорит что если бы сейчас снова закладывал я сады то 50 процентов я заложил бы этим сортом вот так вот потому что оно продаваемое оно оно урожайное вот 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 так выглядит по зонам ну и как мы смогли эти сорта как-то кучу собрали проанализировали долго думали как соединить какой сорт лучше сделать ну вот на сегодняшний момент из тех хозяйств которые проанализировали мы посчитали что у нас в этом году лучшими сортами оказались следующий айдерек ты наверно самый рабочий лошадка самый наверно урожайный сок вот он хорошо продается в принципе но он востребован его знают сладко кислый вкус фуджи и клоны опять как и в том году фуджи оказалась тоже в лидерах вот из-за цены реализации она всегда востребована это яблоко получается дорогое вот ренет семеренко плюс гэнди смит вот оказывается это яблоко тоже востребовано говорят что у этого яблока стабильная продаваемость его его можно продавать всегда она всегда востребована всегда на него есть покупатель ну бывают люди там аллергики которые только зеленый яблоко кушают то есть вот москва любит этот эти сорта гала и клоны вот кубанская багряная тоже перспективный сорт вообщем перспективный сорт вот так главное рассказывал сегодня селогорде он говорит что он он и урожайный он хорошо окрашивается почти сто процентов вот и он устойчив к болезням относительно это не иммунит но он устойчивый считается перспективным вот и из степнова когда докладчик был он сказал трудовой извиняюсь степнова вот трудовой он говорит тоже что мы рассматриваем из перспективных сортов это именно нашей селекции потому что они как бы востребованы вот есть такая тенденция что на наши сорта немножко обращает внимание в том числе именно на этот сорт кубанская багряная но я повторюсь что он устойчив к болезням я его я саженцы его выращивал тоже закладывал то есть это этот сорт очень интересный вот на него надо внимание обращать и нового появился у нас в том году не было его и нового из-за того что все таки я слышал даже что правда я сам не видел но в германии это любимый сорт потому что из-за того что он самый урожайный там достатун урожай получают этот сорт очень урожайный вот детском районе тоже есть хозяйство они сегодня не представлены он говорит что мы будем закладывать из трех сортов вот которые мы планируем 50 лет так заложить это айдарет и именно это пеново пеново и губанская багряная опять же из-за того что стабильная урожайность и пеново он тоже устойчивый болезнью немножко он принципе он устойчивый болезнью но не иммунник вот но говрин дали 6 люди любят его говорят что в европе свое время больше 50 процентов площадей было заложено этим сортом вот он востребован его наверное люди любят за вкус джеремини это уже известный сорт он окрашивается везде даже в степной зоне до ста процентов окраска он окрашивается везде поэтому сети его хорошо берут ну и флорина и либерти флорина и либерти из-за того что они иммунные но тоже если сильная плохие погодные условия то флорина и либерти иммунники будет чистые ну и моде сейчас тоже последнее время занимает территорию ну вот это те сорта которые мы в этом году выбрали лучшими мы издадим методические тезисы после окончания конференции раздадим участникам нашего союза всем желающим чтобы у каждого лежала на столе агронома руководителя хозяйства чтобы имели ввиду всегда всегда есть выбор как заложить какой сорт очень много факторов нужно учесть но выбор сорта это одно из самых главных наверное дел это наверное 50 процентов успеха культуры я так считаю и свои опыты это же фермер тоже закладывал свое время сады у меня предгорная зона я наделал много ошибок если бы у меня было бы раньше вот эта информация я бы у себя хозяйство заложил бы сорта бы другие я бы это это бы поназапрадовал себя на процентов 50 вот это 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 мое мнение потому что один год у меня последние года айдарет меня меня вытягивает вот ну это так это как бы я о своем хозяйстве говорю то есть еще раз говорю что информация есть мы ее издадим поделимся вот она будущий абрикос мы подумаем продолжать эту тему под по яблокам или нет чтобы но эта тема очень интересная ну в принципе у меня у меня все добрый день дорогие друзья добрый день дорогие друзья ну секреты наверное эффективности не раскрою как экономическая модель нашего хозяйства может быть будет интересно наше хозяйство из пока колхоз знамя лейна расположена в северной части краснодарского края зона плодоводство степная северо-восточная подзона значит по погодным условиям сумма эффективных активных температур составляет 2 800 3 400 градусов цельсия среднего годовое количество осадков 450 580 миллиметров господствующими являются ветра северо-восточного направлений северо-восточного восточного направлений в летний период при высокой температуре и низкой относительной влажности ветра приобретает характер суховерия ну это у нас зона недостаточно увлажнения почвенный покров представлен черноземными обыкновенными содержание гумы составляет в среднем 3,3 процента общая площадь обрабатываемой пашни нашего хозяйства 14 657 гектар площадь многолетних насаждений составляет 410 гектар и плюс 13 гектар плантаж из них 339 лодоносящие структура многолетних насаждений такая яблоня 290 гектар слива 59 гектар черешня 51 гектар вечно 3,5 персик 3 гектара брикос 2 гектара и груша такой у нас ассортимент пробуем нащупываем направление производство плодов в 2022 году составило 10 тысяч тонн в том числе семечковые 8,3 тысячи тонн косточковые 1,7 тысячи тонн в прошлом году нами было собрано 415 тонн черешни что составило 10 процентов от общего сбора черешни в крае технология возделывания яблоней применяется интенсивная и супер интенсивная основная схема посадки на подбое м106 5 на 2 5 на полтора но недавно стали сажать 375 на метр и на м9 4 на 08 375 на 07 с применением шпалеры и капельного полива косточковой культуры посажены по схеме 6 на 4 на богоре без шпалеры без полива такие условия нас устраивают но пробуем уплотненные посадки на косточковых культурах с применением подбое бест 4 на полтора ну тоже с формировкой встроенной веретиной или на поливе ежегодно ведется реконструкция плодовых насаждений площадью от 10 до 20 гектар имеется фруктохранилище у нас на 5 с половиной тысяч тонн и сейчас ведется проектирование и подготовительная работа к строительству фруктохранилище на две с половиной тысячи тонн возделанные сорта я бы не это принять семеренко айдерей трек чип ларина golden delicious чемпион джена гольф ранее сорта там гала женева санрайз всего 31 сорт так так не уже так они они в таблице указаны усредненные показатели так как насаждение яблони представлены как на подвое мм 106 и м9 ну сами понимаете урожайность разная поэтому такие показатели в среднем насаждение яблони на подвое м9 показывают наибольшие показатели по урожайности от 500 до 850 сантиметров гектара ну с такими цифрами надо поаккуратней 850 до 1000 сантиметров можно войти в периодичность наибольшей эффективности показывает сорт венец и меренка ну в отличие от других сортов этот ну это яблоко продается круглогодично то есть если оно есть холодильники весь год покупатель будет постоянный спрос имеет яблоко реализация других сортов имеет сезонный характер ну в последнее время я делал реализации начал прослеживать и для достижения наибольшего экономического эффекта необходимо мониторить спрос на тот или иной сорт яблок наше предприятие многоотраслевое колхоз кроме садоводства занимается производством мяса молока растеневодством и переработкой продукции до иного стада насчитывается 4000 голов так что недостатка в органических удобрениях не испытываем хозяйство имеет социальную направленность средняя численность работников насчитывает тысячи пять человек главное условие работы в хозяйстве это участие каждого работника в уходных и уборочных работах в саду основная основная часть работников является членами колхоза это накладывает определенный отпечаток на отношение к работе с началом уборочных работ в саду это сбор черешни участвуют до 400 человек это и работники и сад бригады и работники других структурных подразделений уборки участвуют в животноводы поливоды, кондитеры, пекари, кулинары, работники гаража в общем весь вот этот состав который входит в колхоз все работники абсолютно все принимают участие специалисты хозяйства их семьи личное участие в уборке урожая принимает председатель колхоза у нас известный председатель Роман Юрий Раврилович он был депутатом ЗСК в свое время ну это конечно личное участие руководителя всегда настраивает на высокие показатели благодаря четкой организации наше хозяйство не прибегает к привлечению наемной силы все работы выполняются работниками хозяйства Уровень среднемесячной зарплаты у садоводов составляет 42 тысячи рублей у механизаторов 60 тысяч рублей но по итогам года хозяйство распределяет 30 процентов прибыли в виде дивидендов для членов кооператива так что заработная плата является лишь частью дохода по окончании календарного года доходность напрямую зависит от результатов труда у некоторых членов кооперативы дивиденды превышают заработную плату в летний период мы привлекаем на уборку урожая школьников и учащихся техникума ну около 150 человек для школьников это скорее трудовое воспитание а учащиеся техникума плохо помогают уборке ну и хваловый сбор доходит до 500 тонн плодов хозяйство имеет развитую сеть розничной торговли которая насчитывает более 30 магазинов и в наших соседних районах края через собственную торговлю реализуется до 30 процентов собранной продукции в результате в результате выращивания плодовой продукции хозяйство реализовало плодов урожая 22 года на общую сумму 350 миллионов рублей в том числе черешник 56 миллионов сливы 32 миллиона яблок 262 миллиона все культуры прибыльные так рентабельность черешни составила 79,6 процентов сливы 29,2 яблок 15,1 10 процентов в структуре затратный больше удельный вес занимают оплата труда с отчислениями это цифрах можно говорить 73 миллиона и средства защиты растений 42 миллиона рублей общая прибыль составила 71 миллион рублей рентабельность отрасли 25 процентов все спасибо спасибо добрый день коллеги а вот мы уже представили Алексей Кузнецов коммерческий директор находимся на самом севере Краснодарского края степная зона на самом деле так же как и предыдущий оратор сталкиваемся с такими же проблемами в части ядротехнологии подвиньте микрофон и в части по сути климатических нюансов что важно для нас что хотел бы там прочнить чем мы отличаемся например от горной зоны может быть от центральной зоны Краснодарского края и что он вложил обучаться на наш сад на нашу технику на нашу структуру сада реализации первое безусловно отсутствие перепадов температуры день-ночь из-за чего яблоко как и Александр Ракимович сказал слабо окрашивается вот что мы сделали у нас в саду заложено очень много зеленого яблока которое соответственно не должно краситься и показывать самые лучшие результаты в нашем саду но лидирует по сути по цене продажи мы получаем наилучшие качества из сада мы реализуем его по одной из самых дорогих цен ну в том числе в крови какие-то сорта это это семеренко всем известный сорт это голден вот мы имеем большие площади по ним больше 120 гектар по каждому что дальше что еще в связи с этими там опять же условиями имеем зимние сорта яблок такие как фуджи брэбур есть который мы собираем начинается ну в октябре месяц в середине второй половине если позволяет по сути условия погодные собираем ну буквально первого числа ноября получаем отличные качества это окрашенные сорта крупные говорить о брэбурне это твердая кожица говорить о пудже на том же самом да это по сути огромные калибры которые идут под качество премиум и 75 плюс и 80 плюс которые мы продаем по сути наверное дни из лучших края что еще что нам мешает с чем мы боремся да чем занимаются наши агрономы в стихной зоне очень сильные ветра как мы все знаем поэтому это ограничивающий фактор вот имеем небольшие сложности с осыпанием с осыпанием осенью из-за нажимы на яблоко да и по сути тоже влияет на себестоимость это влияет на качество продаж влияет на цену реализации если говорить в целом по нашему саду и ранжировать по мологии по сути самыми выгодными являются я сейчас перечислил их это 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 что еще что еще видим мы тенденцию которая сохраняется на мой взгляд тенденция у клиентов наши клиенты стали спрашивать есть запросы рынка на российские софта общаемся с сетями общаемся с стартовыми компаниями что говорят нам люди нам говорят люди поставьте нам яблоко на карточку отечественную вот такие тоже есть у нас вот это тоже самое яблоко прикубанское например кубанская бакряная коваленковская это яблоки районированные имеют хорошее окрашивание имеют хорошее качество и даже вот сейчас мы их достаем из хранилищ и они настоят в плане реализации на май месяц на июнь месяц вот тоже самое кубанская бакряная и сейчас при оценке качества яблок в хранилище мы видим то что первого сорта я не постесняюсь этой цифры выходит больше 80% это на самом деле крутая цифра и мы будем стараться культивировать и дальше по сути засаживать я так думаю сады в том числе этим каналу у меня очень на самом деле обзор с точки зрения коммерции с точки зрения реализации все спасибо спасибо большое добрый день уважаемые коллеги участники конференции разрешите вас ознакомить с информацией об экономике с выращивания плодов яблони во опухо центральной хозяйство опухо центральной расположено в черте города краснодар на территории прикубанского округа хозяйство относится к прикубанской зоне плодоводов на зап можно сумма активных температур за последние три года составила за 2020 год 2090 градусов цельсия за 21 год 3100 за 22 год 3020 сумма выпашек осадков за 2020 год составила 761 миллиметр за 21 год 856 22 год 788 на 2023 год хозяйство имеет площадь многолетних насаждений в объеме 218 гектар садов семечковых 176 гектар из них плодоносящих 157 19 гектар основная схема посадки 5 на 2 садов косточковых 42 гектар в 2022 году было произведено все хоть с продукцией плодов семечковых с площади 147,5 гектар произведено 4096 тонн из них летних сортов 244,8 тонн осенних сортов 866,5 тонн зимних сортов 2984,3 тонн плодов косточковых 311 тонн в хозяйстве имеется 2 фруктовых фруктохранилища общей вместимостью 3500 тонн основные сорта яблони выращиваемые в авопахо центральной представлены зимние сорта на площади 112,4 гектара это айдорет голден рейджерс и делишес линец и меренка флорина и пригубанская осенние сорта площадь 31 гектар Джана Голд Либерти Галла Маст Прима Лигал Чемпион летние сорта на площади 13,3 гектар Женева и Санрайс наиболее эффективные и рентабельные сорта выращиваемые в авопахо центральной представлены на таблице включите таблицу айдорет мы видим что здесь не самые высокие показатели которые представлены всему сложилось это в двадцатом году у нас были возвратные заморозки которые способствовали гибели соцветия до восьмидесяти процентов в двадцать первом году были проблемы с вредителями двадцать второй год у нас сложился благополучный почему выбраны именно эти сорта в качестве айдорет айдорет имеет хорошую лёгкость и прекрасную транспортабельность с хорошими вкусовыми качествами обладает и привлекательным внешним видом важным преимуществом сорта айдорет считаются продуктивность урожайность и превосходные товарные качества плодов скороплодность деревьев довольно высокая на полукарликовом подвое урожайность можно получить уже через три-четыре года сельна иметь стабильную покупательскую привлекательность хороший качество хранения préимущества скороспелость длительность хранения устойчивости зажавей и классических Крупный размер яблок, стабильный потребительский спрос. Из недостатков можно обозначить высокую восприимчивость в парше и мученичной рассе, склонность к заглушению кроны, периодичность подношения во взрослом возрасте. Golden Delicious. Яблони среднего размера, зимнего срока созревания, привлекают вниманием своим экстрадеординарными качествами. Они выносливы, нетребовательны к уходу почвам, подкормкам и грунтам, условиям выращивания, экологически устойчив. Golden Delicious регулярно обильный плодоносит, не делает никаких перерывов на отдых, практически не сбрасывая зависть в июне. Также имеет стабильный потребительский спрос. Флорина. Основное преимущество, которым обладает сорт Яблони флорина, стойкий иммунитет к мученистой рассеи и большинству распорши. Одно только это значительно снижает себестоимость выращивания, а урожайный сорт только способствует его распространению в промышленном садоводстве. Немаловажно, что сорт обладает хорошей транспортабельностью и красивым внешним видом. Из всех сортов зимних сроков потребления эти яблоки собираются уже в сентябре, причем их можно есть сразу, а к январю они приобретают дополнительный вкус и аромат. Основной недостаток периодичность плодоношения, но правильная агротехника с успехом решает эту проблему. Плюсы и минусы примерно сбалансированы, сорт можно внести к золотой середине. Спасибо за внимание, доклад окончен. Для территории характерно большое расчленение рельефа. Изрезаны с балками абсолютные отметки местности. Колеблются от 100 до 125 метров над уровнем моря. Почвы различные, в основном бурые лесные, серые лесные. Механический состав тяжелый, сублинки, глина и бумута практически нет. Климат умеренно континентальный. Средняя температура воздуха в течение года составляет 13,5 градусов. Абсолютный минимум минус 36. Максимальная температура 42 градуса. Лето жаркое, с различной увлажненностью. Зима непродолжительная, сравнительно мягкая. Основное направление ветра является северо-восточный и юго-западный ветра. Зона достаточно увлажненная. За год выпадает 700-900 миллиметров осадков. Грунтовые воды расположены на глубине от 4 до 8 метров. В зависимости от рельефа местности. А ОКС-Песлогорская специализируется на выращивании и реализации плодов культур в основном в багажных условиях. В ассортименте яблоки, слива, алыча, перси, черешни. В настоящее время общая площадь составляет 1960 гектар сельхозугодия, 1792. Площадь многолетних насаждений предприятия составляет 1540 гектар. Из них в плодоносящем возрасте 1297 га, 1177 гектар семечковых и 131 гектар косточковых. Молодые насаждения составляют 242 гектара, 240 гектар яблоня, 2 гектара персика. Площадь садов с капельным поливом 56 гектар, в том числе суперинтенсива 12 гектар. Просто у нас так было мало суперинтенсива. Проблема с водой. У нас вода отсутствует. За последние три года произведено 23 тысячи тонн плодов в среднем год. Из них 22 тысячи тонн семечковых и 1 тысяча тонн косточковых. В 2022 году собран рекордный урожай плодов 30 тысяч 900 тонн. В течение, в том числе и яблок. Яблок 30 тысяч тонн, косточки 900 тонн. Средняя урожайность яблок за 2022 год 24 тысячи... То есть, ну, 24 тонны с гектара. Косточковые 6,5 тонн с гектара. На отдельных участках и сортах средняя урожайность яблок заставляла до 60 тонн с га. 60 тонн с га, 600 центров. Слива 25 тонн с га персика, 15 тонн с гектара. Основная схема посадки 5 на 1,5, 5 на 2. Предприятие на данный момент располагает фруктохранилищами 14 тысяч 200 тонн. В 2022 году введен в эксплуатацию холодильник к емкости единовременного хранения 5 тысяч тонн с использованием регулирования газовой среды для хранения фруктов. Возделываемые сорта яблони по срокам созревания. Летние в основном Женева, Эрли Макс, Санрайс, Ред Фриз, Слава Победителю, Квинти. Осенние 13% от общей площади, Гала и ее клоны различные. Прима, Ламбурне, Рестар, Радужная, Память и Саула. Зимние сорта 73% от общей нашей площади, что мы выращиваем. Айдарек, Лигал, Пинова, Моди, Редлишис, Либерти и Кори. Всего предприятия выращивают более 70 сортов яблок. Наиболее экономически эффективные сорта у нас на предприятии. Это идет кубанская багряная. Но основной сорт, возделываемый нашим хозяйством, это эйдарек. Это как бы рабочая лошадка. Он каждый год без периодичности дает стабильную урожайность. Моди, тоже интересный сорт, он устойчив к болезням. Но он еще у нас молодой, урожайность на нем невысокая. Он составляет 17 тонн гектара. Можно сказать, что спать. Галла и ее клоны всевозможные. Как бы галла есть, дает большие урожаи. Но она склонна к периодичности при большой загруженности. Хороший сорт также пинова, он более-менее устойчив к болезням. И дает без периодичности качественное, хорошее яблоко. В сроке производятся мероприятия по защите от вредителей и болезней. Наше предприятие. Мы работаем с многими другими фирмами, которые сотрудничаем. В прошлом году у нас был рекордный урожай 32 тысячи тонн. Но планируем к 2025 году выйти не к среднему, а к этой постоянной урожайности. 30 тысяч тонн в год. Спасибо за обновление. Наше предприятие называется АО «ПХАНАПА». Располагаемся мы Анапский район, станица Анапская. Зона плодовоза Черноморская. Сумма активных температур 3500-3700 градусов Цельсия. Сумма выпадающих осадков от 450 до 465 миллиметров в год. Площадь многолетних насаждений 226 гектар. Площадь плодоначащих садов 200 гектар. Произвели в 2022 году 13 982 тонны. Схема посадки 3,5 на 0,8. Наличие фруктовых хранилища имеется. Возделываемые сорта. Это у нас Терли Женева, Фирос, Гава, Рэд Ревна Принц, Чемпион, Джерамини, Моди, Крэнни Смит, Фуджи, Семиренко, Пинклери. Наиболее эффективные по экономическим показателям у нас на первом месте Пинклери. Средняя урожайность 50 тонн гектара. Цена реализации 48 рублей. Ежегодная выручка 2 миллиона 401 тысяч. На втором месте Чемпион. Урожайность 80 тонн. Средняя цена 29 рублей. Выручка 2 миллиона 284 рубля. На третьем месте Фуджи. Средняя урожайность 47 тонн. Реализация 49 рублей. Выручка 2 миллиона 225 тысяч. На четвертом Грэнни Смит. Урожайность 49 тонн. Реализация 43 рубля. Выручка 2 миллиона 107 тысяч. На пятом месте Гава. Урожайность 50 тонн гектара. Цена реализации 43 рубля. Выручка 2 миллиона 89 тысяч. Значит, вкратце об особенностях сортов. Пинклеви. Из плюсов отсутствие периодичности. Лежкость, урожайность. Устойчивость паршея. Из минусов плохо окрашивается. Чемпион. Из плюсов отсутствие периодичности. Очень урожайный. Из минусов низкая лёжкость. Склонность к осыпанию. Фуджи. Из плюсов лёжкость. Из минусов периодичность. Сложность прореживания. Восприимчивость паршея. Гринесмир. Лёжкость. Лёгкий прореживание. Из минусов требует затеняющий сет. Галла. Из плюсов лёжкость для летнего сорта. Лёгкость прореживания. Из минусов периодичность. Технологичность сортов. В формировках всех сортов у нас встроенное ветеринар. Обрезку таких сортов, как Чемпион и Галла, мы проводим контурным обрезчиком. Затем дорабатываем вручную сучкорезами, выкидываем мощные ветки, осветляя крону. Обрезку всех остальных сортов мы производим вручную. По защите растения, такие сорта, как Галла, Фуджи, Чемпион, они более восприимчивы в парше, чем все остальные сорта. Поэтому, необходимо более тщательный мониторинг этих сортов. Отзывчивость на минеральное питание, все сорта отзываются на минеральное питание положительно. Единственное, по сорту пинкведи, необходимо проводить большее количество обработок кальцием. Во избежание, ухудшение качества и лёжкости плодов. Хранение яблок осуществляется в обычной атмосфере. Используем ингибитор аватилена. Данная технология хранения позволяет пролагировать лёжкоспособность плодов. В результате чего, окончание реализации яблок в прошлом году мы закончили в конце мая, начало июня. А через месяц у нас начинается новый урожай ранних сортов. Для избегания увеличения потерь во время хранения на съёмных показатель плодов, а также мониторинга плодов, а также изменения их во время хранения, составляется график желаемой реализации, который мы в дальнейшем регулируем по запросу рынка. Болезни при хранении и процент отхода в нашем хозяйстве в пределах норм естественной публи. Спасибо за внимание.